Только за сегодняшний день из Российской Федерации в Беларусь прилетело 6 грузовых бортов Ил-76 за последние 13 часов. А это грузовые самолеты, в каждый из которых может помещаться около 250 солдат, если они перевозят, например, солдат. Ну или какая-то техника. Что перевозят в этих самолетах, что завозят в Беларусь или что оттуда вывозят в итоге, на данный момент неизвестно. Но, возможно, в этом нам поможет разобраться наша следующая гостья Татьяна Мартынова, белорусская оппозиционерка, основательница сообщества «Хватит бояться». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я пойду сейчас табличку на дом повешу. Главный разведчик живет тут, вот на этой улице. Возможно, вы что-то все-таки об этом знаете. Почему они разлетались сегодня конкретно? Или это, на самом деле, может быть, в последнее время вошло в норму? Кого-то привозят, кого-то увозят. Ну вот есть информация, что на этих бортах могут привозить мобилизованных, а старых там мобилизованных, тех, кто выжил, увозить. На много, на самом деле, информации. Мы просто должны с вами понимать, что это число ни о чем. Это там тысяча с чем-то, да? Ну что это такое? Да, шесть бортов — это 1200. Здесь интересно будет, если вот этих чмомиков, смотрите, их же завозят в Беларусь для того, чтобы их белорусские командиры тренировали. Они жили в белорусских казах, учили там, как на курок нажимать, куда пулять, да, там же ж у них не хватает. У них мобилизованного вот этого мяса хватает. И в этом смысле я с предыдущим экспертом, да, с многоуважаемым и любимым мной Юрием Фельдшинским абсолютно согласна. Там нет проблемы в баранах, которые идут на убой. Там есть проблема в том, что они же не обученные взагали. И вот их от Лукашенко, соответственно, нужна и база, и инфраструктура, и, соответственно, обучающий персонал. Я абсолютно не удивлюсь, если вот одних немножко поучили, увезли, сейчас других привезут. В какой момент их закинут всех уже, чтобы зайти с севера? Ну, вы же понимаете, что это будут не самолеты, это если будут, это будут эшелоны. Естественно. Нет такой возможности. Это, понятное дело, нам точно не я расскажу, нам Буданов расскажет. Версии, которые, допустим, есть у меня, они почему такие? Потому что я наблюдаю за всем процессом, вот начиная прямо с того, как все началось. И очень много разговариваю с людьми внутри Беларуси. Те, которые там, ну, местами, это не то, что прям крутые разведчики-инсайдеры. Потому что, конечно, те, кто сейчас тренирует вот этих российских чмобиков, они со мной на связь не выйдут. Ну, потому что это опасно. А вот через еще там кого-то что-то как-то узнать, выяснить, это иногда бывает такое возможно. Но, опять же, с долей вероятности. Потому что где-то там наш стирлиц заблудился. Мне просто интересно узнать, откуда в Беларуси инструкторы такого достаточного уровня и откуда опыт у белорусских военных, чтобы тренировать российских мобиков? Ой, обожжите, какой достаточный уровень? Так, секундочку. Вы видели тот уровень? В том-то и дело. Мы видели все эти парадные войска. Да, мы видели. И тут вопрос, чему они могут научить? Они могут научить танкам управлять, по мишеням стрелять, бегать, потренировать их. Там боевое слаживание вот это долбанное, да, как там они должны, грубо говоря, на пересеченной местности. Я же не военный эксперт. Военные эксперты вам вообще-то шикарно. Вот у Кузана спросите, он точно вам расскажет, как это все происходит и какие необходимы навыки хотя бы в минимальной координации действий. Ну, вот эти вот учения, как правило, до всего, как все случилось, конечно, это, в общем-то, в большем смысле распил денег и шашлыки. А когда у нас там забирали на сборы взрослых мальчиков, для них это вообще были каникулы, да, от семьи оторваться и побегать. Потому что никто там особо не бегал, никто никого ничему не учил. Это все была у одной большая фикция, как и вся фикция, это российская армия, и вообще все украдено до нас. Но сейчас ситуация несколько поменялась, и они понимают, что наваливают им уже по-взрослым. И, соответственно, ну, хоть какое-то сопротивление надо оказывать, потому что с цветами не получилось, Киев за три дня не получилось, другого плана не было. Профессиональная российская армия уничтожена. Все. От нее остались эти рожки да ножки. Как там? Любовь к черному юмору даться, я к ножке урусни. Чего не е, чини. Вот. И теперь, значит, надо же вот это вот необученное уже войско тоже каким-то образом пускать в бой, но так, чтобы их не убили прям сразу и прям всех, чтобы они немножко посопротивлялись. И для этого белорусские командиры вполне себе. Есть же и Академия военная, и ВИЗРУ, и у нас, ну, как бы было много военных вузов. Сворфское училище, боже, но я не могу сказать, что у нас вообще ничего не было. Конечно, уровень образования упал. Упал колоссально. Те педагоги, которые там еще в свое время начинали при Советском Союзе, они честно говорят о том, что, ну, мы катастрофически отстали. Ну, вы же понимаете почему. Да, Татьяна, конечно, мы понимаем прекрасно, что вряд ли там белорусские военные могут обучать каким-то уникальным стратегиям или спецоперациям, но, тем не менее, как вы действительно обозначили, какие-то базовые вещи наверняка не могут поспособствовать подготовке российских военных. И это тоже участие в военном преступлении, называем вещи своими именами. Вопрос к вам следующий. Все уже, конечно, обсудили разные версии, но мне интересно, что вы об этом думаете. 29 декабря украинская ракета якобы попала на территорию Беларуси, и по версии как раз Министерства обороны Республики Беларусь, значит, зенитная управляемая ракета С-300 была выпущена с территории Украины. Уже была реакция, конечно, и наших властей никаких проблем, если есть такой факт, давайте расследовать, давайте международную аудиторию подключать, а уж точнее не доверять это белорусским расследователям или же российским, которые принимают участие в войне против Украины. Что вы об этом думаете? Может ли это быть такая проба пера перед втягиванием Беларуси в полномасштабное участие в войне? Вы в детстве играли в игру «Горячая картошка»? Сейчас предлагайте поиграть на белорусское. Давайте попробуем картошку, да. Вы знаете, что это? Это когда становятся все в кружок и перекидывают друг другу мячик и представляют, что он как горячая картошка, его нужно быстрее отдать. Вот все, что сегодня происходит в Беларуси, это игра в горячую картошку. Что бы ни случилось, каждый чиновник, красный директор, руководитель ведомства, там, я министры. Вот они поймали, и они тут же это должны. Вот на кого-то, на кого-то ответственность. Кому-то этот мячик. Только чтобы не я. Потому что мне потом за это отвечать, а я же не знаю на самом деле, что хотели-то. Путин, Лукашенко, я и на того работаю, и на того работаю. Потому что есть те, которые работают на Лукашенко, есть те, которые работают на Путина, есть те, которые консервы. То есть там же богато всякого. И каждый раз, когда что-то происходит, я отлично помню, когда Маккей еще был жив, министр иностранных дел, когда он заявил, что объявлена специальная военная операция, что положение там. И потом в течение полусуток до обеда все ведомства про это сказали разные. То есть вы должны понять, что масштаб внутреннего бардака такой, что никто не может точно сказать ни сам, никому, никого-то обязать это сделать, кроме Лукашенко, конечно же, и кроме Путина. Но у них там тоже свои терки. Что комментировать, как это воспринимать? Мы с вами говорили уже не раз, Лукашенко не может лишиться армии и своих силовиков, потому что на них держится его власть. Они для него важнее всего. Он не будет с ними ругаться. Он по своей воле посылать их в Украину не будет. Более того, воля Лукашенко и воля, так сказать, белорусской какой-никакой армии абсолютно совпадает, потому что никто не хочет идти умирать в Украину, вообще никто не собирается воевать. Все побегут прятаться по кустам и сдаваться в плен. Сегодня выпущен мерч. Вообще, чтобы понимать, чем живет администрация Лукашенко, нужно читать путь первого. Ну вот прям тем, кому не нужно, тем не надо психику себе ломать. А вот таким людям, как я, надо. Вот там сегодня четыре новости за весь день. Первое. Выпущен новогодний календарь в главном магазине мерча Лукашенко с его цитатами. И на обложке цитата «Мир – это главная ценность белорусов». То есть, ну вот это возвращение, а бы не было войны. Вторая новость. Как Лукашенко подписывает законы и вносит ряд изменений в постановления в связи с этим сокращением функций парламента, полностью неограниченной власти ВНС, председателя ВНС, пожизненные гарантии для президента. Ну вот это вот все. Третья новость. Вы не успели купить, значит, уже все продано. Вот этот мерч, который появился в продаже, календарь, уже все раскупили, но не перебивайте, мы вам, значит, напечатаем еще. И четвертая новость. Белорусский народ скорбит вместе с бразильским народом по поводу смерти Пеле. Вы к чему, Татьяна? К тому, что тему войны специально не педалируют для того, чтобы не вовлекать белорусское общество? Конечно, нет. Ну хорошо, смотрите, Татьяна, секунду. Пул первого, хорошо, с вами согласен. Но тем не менее, я вижу очень много сейчас цитат в телеграм-каналах именно с белорусского центрального телевидения, которые, ну уж как минимум, никак не отстают по своей уровню накала и сумасшествия от пропагандистов типа Соловьева. Ну чего тот же озаренок стоит? Там священники белорусские, в том числе, недавно, если я не ошибаюсь, вообще призывали, что лего это от сатаны и что-то отказаться от американских игрушек. Но это же все белорусская программа, и они этим занимаются. Вы же не путаете психбольницу, которая называется телевидением, которую никто не смотрит, с достаточно взрослой грамотной пропагандой. Ну мы в России тоже так думали, что это сумасшедший дом, то, что там показывают. Но тем не менее, нормально как-то общество восприняло убийство соседнего народа, и как-то... и мнение Скобеева, к сожалению, стало лидирующим. Хотя это сумасшедший дом. В последних выборах Путина. А давайте мы помним, да? Путин легитимный президент России. Его российский народ в очередной раз выбрал. Белорусы доказали и себе, и всему миру, что мы Лукашенко не выбирали. Сегодня было очень... О, на вас не найдется. Ох, он бы вам ответил по поводу легитимности Путина. Но допустим. Допустим. Нет, кстати, мы тоже много раз говорили, еще же на утре февраля. Так вот, вопрос вот в чем. Сегодня был очень показательный момент. Сегодня же у нас 30 декабря, да? Некоторые отмороженные празднуют день рождения СССР, который, правда, помер давно. Ну, вот, тем не менее. И, естественно, по этому поводу в Минске был парад. Значит, этот парад нужно было видеть. Человек 30, из которых 50% это было просто военные какие-то, да? Ну, которых поставили там нести плакаты и так далее. Несколько человек пожилого возраста, ну, и какие-то юные конформисты, которых там, наверное, из Берсея мы подогнали. Но это была, вот, знаете, вот такая маленькая горстка даже не пенсионеров. То есть они пенсионеров не нашли, скорбящих по СССР, чтобы это собрать. И вот я посмотрела на эту фотографию, совершенно убогую, с этими красными флагами, да, там, портретом Ленина, Сталина. И в архиве у себя подняла фотографии марши пенсионера 97, движение, которое я создала в Беларуси в свое время, в 20-м году, где их были, ну, тысячи, тысячи. Только пенсионеров. Я сейчас не говорю про наши миллионные марши, там, полумиллионные. А когда вот наши уже такие более возрастные бабушки-девушки, они же ко мне обратились, потому что я была в безопасности в Киеве. Татьяна, помогите нам собраться. И я собрала. И по понедельникам у нас были отдельные марши движения пенсионера 97 против Лукашенко. То есть это такое, да, они же как считались самым ядреным электоратом? Пенсионеры же, да, он же им пенсию платит, и они же за Советский Союз? Так вот, нет, сегодня была очередная картина, что с разрешения вообще власти и способствования всего они нашли 30 инвалидов разных возрастов. А люди сами выходили тысячами на улицы, рискуя оказаться за решеткой. Потому что первый месяц с ними не понимали, что делать, как можно хватать бабушек в автозаках. А потом перестали стесняться. И вот это просто нужно помнить. Татьяна, хотел бы вернуться к теме с упавшей ракетой. Меня просто впечатлил тот вой, который подняла белорусская власть, военные некоторые в частности. Почему впечатлил? Напомню, что с территории Беларуси в Украину целенаправленно в первые дни войны вылетели сотни ракет, а в общей сложности их насчитали уже почти 750, по-моему. Как вы думаете, белорусская власть вообще понимает, насколько смешны на этом фоне какие-либо претензии, любые претензии в адрес Украины, даже если бы эта ракета была украинская, даже если бы она прилетела целенаправленно? Смотрите, мы постоянно пытаемся найти логику у отморозков. Так не бывает. У них же нет логики. Им говорят, что делать, а они действуют. Им не нужно задавать правильные вопросы, им нужно запоминать правильные ответы. Они просто другие, мы должны с этим смириться, мы должны это принять. И перестать на это рефлексировать. Сегодня очень классный пост был у одного из наших публичных деятелей, Ланечка Подрес. Мы с ним на телеке вместе в свое время работали. В ЦИОМ в России провел опрос. Ну, вы же понимаете, что такое в ЦИОМ? Что для вас было самое ценное в СССР? И, значит, они получили там по 16, по 17 уже процентов. Три основных момента. Стабильность. Я был моложе, мне было лучше. И дружба народов. Ну, то есть, вот эти люди, которые там, глубинный народ, вот эти какие-то скорбящие по совку, они же даже не понимают, что Россия сегодня это вообще и не про стабильность, и не про то, что ты моложе сдохнешь, вот где-нибудь сгоришь, да, в танке, или тебя убьет. И уж совсем не про дружбу народов. Ну, то есть, абсолютно. Но они умудряются подменять, вот в каком-то месте, понимаете, они умудряются подменять это по дороге. Когда вот Красная Шапочка идет к бабушке с пирожками, а приходит, а у нее змеи в корзине. Смотрите, Татьяна, вы сказали, что белорусская власть, белорусские военные делают то, что им скажут из России, как я понимаю, ну, на примере с реакцией нападения ракеты. А почему до сих пор не перешли границу? Наверняка же именно этого хочет Путин. Почему этого не делают? Разные версии есть, в том числе такая, что белорусские военные и власть получили, ну, такое полуофициальное предупреждение от украинских военных, что в случае, если это произойдет, то в считанные часы будут разгромлены некоторые стратегические предприятия. Вот есть такая версия. Есть другие, связанные с тем, что Лукашенко боится за свое будущее. Какая версия, вот по-вашему, правдивая и больше всего соответствует действительности? Все против того, чтобы белорусы заходили в Украину. И воля Лукашенко, и воля самих белорусов, и воля украинского правительства. Я вообще не удивлюсь, если втихаря какие-то наши белорусские командиры там созваниваются с вашими, потому что раньше же была спивпраца, и договариваются, что они будут делать, если вдруг будет отдан какой-то приказ, потому что все хотят жить, никто. Этим белорусы, понимаете, отличаются от россиян. Очень важно. Вот они в 20-м году перешли на сторону зла. Я сейчас имею в виду силовой блок. Да, окей, они убедили себя, что это сторона добра. Их убедили идеологи, психологи, там, неважно. Но они перешли красные флажки, когда стали мучить и пытать людей. Потом их в этом убедили, что это все ради блага, ради того, чтобы не было, как в Украине, и ради мира. Окей, они в это поверили. Ну вот представим, просто себя на их месте. А какой у них был выбор? Считать себя подонком? Или спрятаться? И принятие на веру то, что ты так делал, потому что это вот ради общего блага. Окей. Но это все было ради мира. И ради того, чтобы не было, как в Украине. А сейчас как? Отправить их? То есть это перечеркнуть все, что было? Все, что было идеологами, зомбоящикам вложено, что Лукашенко гарант мира. Что только благодаря его каких-то гениальных качествах руководителя, значит, в Беларуси не стало, как в Украине, и началась война. Иначе бы российские танки уже утюжили Беларусь. Хорошо, они в это поверили. Они за это держат его. Куда сейчас? Какая война? Вы что? Татьяна, поставлю вам тогда такой вопрос, возможно, завершающий. Мне кажется, важно обсудить, что Гомельский областной суд приговорил троих жителей Светлогорска. Это известная информация, которых обвиняли в поджоге шкафа с электронной аппаратурой на железной дороге. Там суммарное количество лет, огромное, 66. Первый фигурант дела Денис Дикун, 23 года лишения свободы приговорен. На самом деле, сроки, как бы, несравнимые с адекватностью, абсолютно, но понятно, почему Лукашенко это делает, чтобы другим неповадно было. Как вы думаете, когда война закончится, победа Украины, а могут ли быть эти люди амнистированы, ну, как бы, за неимением уже такой политической потребности и военной потребности находиться в тюрьме, потому что вот все, как бы, самый главный страх Лукашенко окончен, как бы, его, де-факто, в полномасштабную войну не втянули, как бы, можно и политических конкурентов, каких-то опасных людей выпускать. Или это, в Беларуси будет только ухудшаться ситуация после победы? Смотрите, во-первых, очень, это прям вот, ведь вопрос в том, какой будет победа? Какой? Ну, Украина освобождает свои территории до 91-го года, какие-то процессы происходят в России, и что с Беларусью происходит? Ничего не происходит. Если Лукашенко не вступит в войну, никакая Украина не пойдет освобождать Митинск. Она не будет повторять агрессоров, это же очевидно. То есть, и те белорусские подразделения, которые сегодня воюют за свободу Украины, это не зависит от наших желаний, господа, это зависит от того, что Украина является частью цивилизованного мира, и она не будет вторгаться на чужую территорию. Поэтому здесь должны быть какие-то процессы. И дай Бог, чтобы так было. Я к чему? К тому, что потом все равно же оно как-то решится, мы пока не знаем как. Но уж точно Украина не должна стать преемником вот этого российского беспредела. Не-не-не, Татьяна, был вообще вопрос, извините, не об этом, я вас перебью, потому что я говорил конкретно о процессах внутри Беларуси политических. Будет Лукашенко дальше расправляться с людьми, которых обвиняют в военных преступлениях, измене родины, терроризме, или он, по сути, начнет выстраивать какую-то другую модель государства, если не будет так зависеть от Путина. Украине до Беларуси дела нет, до ее территории, безусловно. Сложно что-то выстраивать из тюрьмы, мне кажется. Ну или так? Смотрите, Лукашенко будет расправляться, потому что это очевидно и для него, и для Путина, что становясь частью демократического мира, власть не удержишь. Социальный договор, который был у него с обществом определенным до 2020 года, когда он не беспредельничал по-крупному, его уже не восстановить. Те, кто подали руку Тихановской, они не подадут руку Лукашенко. Возможно, и Тихановская через какое-то время уйдет с политечистой арены, но обязательно появятся другие, которыми уже Запад будет вести переговоры. А Лукашенко всегда будет угрозой, как бы он ни старался сделать вид, что это все потом как-то же он будет это объяснять, да, перевернуть страницу, и меня заставил Путин, и я спасал свой народ, и ящик бы там всех уничтожили. Но нет, это все не пройдет. Понятно. Но это тоже очень важно понимать, что никому не удастся скрыть свои военные преступления, даже после победы Украины, и никакие попытки назвать братским народом Лукашенко не спасут от его участи. Спасибо вам огромное, Татьяна. Простите, еще немного плохо интернет сейчас работает, к сожалению, тоже влияет на общение. Спасибо, что приняли участие в эфире, мы вас поздравляем кстати с наступающим Новым Годом, мы желаем нам всем победы, знаем, что вы находитесь на территории Украины, поэтому вам желаем ее в том числе не меньше. Спасибо за эфир. Субтитры сделал DimaTorzok